Как мы обычно учимся? Мы сначала не знаем, чего мы не знаем. Неосознанная некомпетентность. Потом мы сталкиваемся с какой-то проблемой в жизни и оказываемся в осознанной некомпетентности. Мы знаем, чего мы не знаем. Потом мы этому учимся, мы осознаем, что мы знаем. Осознанная компетентность. А потом, когда мы уже нарабатываем навык, неосознанную компетенцию, мастерство, как с вождением автомобиля, мы уже даже не задумываемся, как мы это делаем. Это обычный способ обучения. А есть способ обучения из неосознанной некомпетентности в неосознанную компетентность. Ты просто начал что-то уметь, и ты не знаешь, как ты научился и как это получается. Фишка в чем? Вот этот маршрут у нас происходит с помощью нашего неокортекс, где всего 10% клеток мозговых. У нас здесь очень узкий канал. А вот здесь вот у нас все 89 миллиардов мозговых клеток, этих нейронов. И вот этот способ, он быстрее и мощнее. Потому что мы можем научиться через вот этот маршрут только каким-то рациональным вещам. Мы знаем, почему это получается. Вот ты мне сейчас задаёшь вопрос, ты не знаешь, рационально невозможно этому научиться. А и рационально можно. В обход логики и причинно-следственных связей. Например, есть такая фишка. Вот есть у НЛП курсы НЛП-мастер в конце инструмент под названием комплексное моделирование. Если хоть один человек что-то умеет, ты снимаешь с него модель, как он это делает с помощью всех языков описания НЛП. И надеваешь на другого человека, используя терапию и упражнения, тренировка и воздействие. И другой человек начинает демонстрировать тот же навык, которого у него до этого не было. А есть совсем иррациональные способы моделирования. Это моделирование из транса в транс. Наши мозги на самом деле умеют намного больше, чем мы можем переварить. Вот в качестве примера, очень грубого примера, но я надеюсь иллюстрирующего, можно, например, снимать компетенции других людей через метафору. Казалось бы, бред, полный бред сивой кобылы. Ну, например, я смотрю на человека, который умеет какие-то вещи для меня невероятные. И представляю, на что это похоже. Он как кто. Он сейчас манипулирует окружающей средой как кто. Вот дайте пример. Дайте пример, чей навык вы хотите себе забрать. Мы своими глазками, ушками контактируем с человеком. Мы думаем, что мы вот только этим способом потребляем всю информацию. На самом деле все наше тело считывает все тело другого человека. Если ты живьем человека видишь, у тебя канал восприятия, канал коннекта намного шире. Вот какой именно навык ты хочешь снять с меня? Это навык, тренируемый навык, эмпатия. Эмпатия в НЛП это называется вторая позиция, в гештальте это называется конфлюенция, когда ты сливаешься с другим человеком и вы по факту есть одно. В гипнозе это называется гипнотический раппорт. Одно я на двоих. Это везде одно и то же есть. Это тренируемый навык. Навык, когда ты чувствуешь другого человека как себя. Хорошо, вот возьмем этот навык. Приведи метафору, на что это похоже. Вот я считываю другого человека, кого-нибудь, на что это похоже. Твои образы, твои ассоциации, это твое общение с рептилией. Ты, когда ты спрашиваешь себя, на что это похоже, ты рептилии даешь задачу. Соединись с тем, что ты видела лично. И она соединяется со всем опытом. Джин и терминатор. И теперь вы этот образ, эту метафору надеваете на себя и как костюм другой. Надеваете и чувствуете себя в нем. Ты в терминаторе, а ты вот в том джинне. И ты сейчас, грубо говоря, эту... Ты надела эту метафору на себя и из этой метафоры сейчас смотри на меня, разговаривай со мной. Пока у тебя не будет внутреннего отклика, мол, окей, усвоилась, проглотила. Твоя рептилия скажет, все, я поняла, что ты хочешь, я это беру на вооружение. Мы через осознание ничего не проводим. Мы исходим из того, что рептилия все знает. И там мощности совершенно другие. Задача просто с рептилией договориться, чтобы она скопировала это. Как это делать, она знает. Понимаешь, да? Да. Это критик. Просто ты можешь погаллюцинировать, ты можешь пофантазировать. Ты же можешь представить себя именно той метафорой, с которой ты меня соотнесла. И именно эту метафору прямо из меня в себя вставляй. И примеряй. Примеряй с целью. Вот я хочу, чтобы это теперь у меня в гардеробе было. То есть, если мне что-то очень нравится, я не понимаю, как это делать, я не могу пойти к нему и прямо вот, как ты это делаешь? Я смотрю, я сразу расслабляю критика, я сразу немножко сам себя тушу. На что это похоже? Эпатирует аудиторию. Я смотрю на него. Этот, ну, один из наших преподавателей по НЛП. На кого он похож? Он похож на вот этого волшебника из страны ОСС. Как там его? Гудвин. На Гудвина. Он знает, что каждого включит. Он каждого видит наперед, знает, какие у него слабости, что каждому не хватает. Если видит рвосека, он знает, что ему нужно сердце. Если видит пугало, значит, нужны мозги. Он видит в каждом потребности незакрытые. И играет, и патирует. Я смотрю, Гудвин, хочу. Раз, на себя примерил этот образ. И сижу, вживаюсь. Моя рептилия такая. Ага, ты хочешь делать, как этот чувак. Окей, я этот опыт себе забираю. Я не знаю, как. Но я чувствую, что человеку не хватает. Я не знаю, как это будет. Продолжение следует...